Добрый день, уважаемые господа, уважаемые товарищи. Сегодняшнее заседание мы проводим двумя клубами. Клуб «Волгоградский фермер» имени Штепа и клуб «Акраснотаков» из Дальского дома «Крестьянин» при поддержке выставочного центра «Царительская ярмарка». На повестке актуальная, на наш взгляд, для Волгоградской области, особенно, тема сокращения площадей паров, особенно черных паров, где это возможно, и вытекающая отсюда тема сбережения земли. Естественно, важно, чтобы это происходило без ущерба для экономики. В основе наших заседаний всегда обмен опытом и реальная практика, и об этом как раз будет идти разговор. Вести заседание будем мы, президент Волгоградской общественной организации «Волгоградский фермер» имени Штепа Михаил Александрович Шаронов, специальный корреспондент газеты «Крестьянин» Тимур Геннадьевич Сазонов, и я, главный редактор журнала «Зловые крестьянин» Гречин Николай Васильевич. Тимур, вам слава. Спасибо, уважаемые друзья. Я по традиции представлю сегодняшних наших выступающих. Ну, я надеюсь, говорить, выступать, делиться опытом будут не только они. Я активно призываю зал к участию. У нас всегда заседание проходит в такой диалоговой манере, то есть у нас говорящих голов у нас нет, и призываем всегда активно подключаться к дискуссии и делиться опытом. Ну, а сегодня, скажем так, для затравки у нас выступят следующие люди. Ну, Шаронов Михаил Александрович, президента Волгоградской общественной организации, Волгоградской фермеры имени Штепа Николай Васильевич уже представил. Я думаю, вы прекрасно его знаете. Позвольте представить и других фермеров, которые сегодня будут выступать. Хаваров Михаил Александрович, председатель ООО Ассоциации КФХ Кузнецовская, Лавринский район, Волгоградская область. Михаил Александрович, здесь? Да, здесь. Да, прекрасно. Ишкин Алексей Викторович, глава КФХ Михайловский район. Ну, Ишкин на другом сейчас круглом столе, но он премежит, обещал. Ишкин вездесущ и должен везде сегодня успеть. Руслан Резников, директор филиала ООО «Торгового дома «Агротехник». Это наши партнеры, давние друзья. Железная Люба Дмитриевна, еще одни. Председатель хозяйства предприятия «Давний» тоже друг нашей редакции. Директор производства компании «Маяк» Зерноград, Ростовская область, перерабочек зерновых, бобовых культур, экспортер готовой продукции. Акинтиков Алексей Петрович, глава КФХ Кипвизинский район, Волгоградская область. Спасибо, что приехали. Чеботков Николай Николаевич, директор ООО «СОРТ». Спасибо, Николай Николаевич. Вот такой состав спикеров у нас сегодня. Я надеюсь, подходите, подходите, не стесняйтесь. Мы всех приглашаем. Пару слов о рекламе. 5-7 минут на выступление. Ну, это для затравки, скажем так. Потом вопросы из зала. Мы будем задавать вопросы. И я надеюсь, нам завяжется дискуссия после каждого выступления. По традиции все наши заседания, и это тоже транслируется в прямом эфире на сайте agravook.ru. Это социальная сеть для фермеров. Такой информационно-аналитический портал, который мы создали 3 года, 3,5 года назад. Уже там более 5 тысяч участников на нем зарегистрировано. Там весь архив полностью, видео и отчеты с мероприятий. И всех 48 заседаний нашего клуба выложены. Клуб существует уже тоже больше двух лет. Мы проводим заседания в Алмаганской области, Краснодарского края, Ставрополье, Ростове. В этом году на 2 еще доберемся и до столицы. Вот такие организационные у нас моменты. Друзья, давайте начинать. Михаил Исанович, пожалуйста. Ну, первым хочется предоставить слово Михаилу Исановичу Шаронову, руководителю организации Лондон-Градский фермер имени Штепа. С приветственным словом обратиться к вам Михаил Исанович Павлович. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы поприветствовать всех участников нашего мероприятия. Вы, наверное, уже знаете, что основное наше рассуждение, которое сегодня будет происходить, это бобовое место пары. Ну, наверное, все мы в Волгоградце знаем, что в 80-м году у нас была принята программа засушенного земледелия, где была четкая установка использовать паровой клинт в размере 25% от общего числа посевных площадей. Начальник установки была научно обоснованной, строго как бы у нас удерживалась она. Значит, сегодня уже прошло 30 с лишним лет, многие наши коллеги уже как бы выступают и говорят, что сегодня надо идти в ногу со временем, сегодня изменился мир, изменилась технология. И сегодня уже есть актуальные вопросы, как экономически, а именно сейчас мы все работаем экономически, как все-таки-то заменить пар. Конечно, у нас область, например, вы знаете, представлена разными направлениями. Есть у нас и юг области, есть и север области, где количество остатков резко отличается. Где отличается по дороге почву, у нас есть и светлая каштанная почва, есть и южный чернозем, есть обычный чернозем, то есть вы представляете. И уже у нас северная часть области для них уже как бы актуальна. Частично они отказываются от паров, от паров они отказываются, потому что экономически выгодно на сегодняшний день им работать бесплатно. Вот мы в восьмом году учились в Канаде, и там канадские друзья, они нам говорили, вот у нас в шестьдесят в каком-то году был уничтожен последний пункт. Значит, мы сейчас перешли на аутил, мы сейчас перешли на стриптил, и они нам показали эти технологии. Ну, для нас это было дико, для нас как бы, ну, вообще, как в космос мы прилетели, мы увидели, что такое GPS. Сегодня, наверное, мы уже можем показать им, нашим друзьям, что такое GPS, что такое патронирование, и что такое технологии у нас в России. Ну, к чему я тебе все говорю? Потому что, как я сказал, мир не стоит на месте. Со временем, когда они трешили на глифосат, они тоже начали отказываться от паров, потому что сегодня сейчас химия вышла на новый уровень развития, поэтому сегодня, как сочетание удобрений, химический след за защитой растений позволяет менять технологии. Хотелось бы отметить, конечно, про побои культуры. У нас в области представлены, в основном, это, конечно, ну, это культура. На сегодняшний день, ввиду ее экономической цены, собираюсь, а цена доходит уже до 60 рублей, посевы увеличились более 100 тысяч гектаров по области. Поэтому перспектива развития бобовых культур, конечно, она есть. Я уже не буду говорить о, как предшественники бобовых. Поэтому сегодня обсуждать это надо, идти вперед, конечно, не останавливаясь, сделать новые эксперименты, внедрять новые технологии. Поэтому сегодняшнее мероприятие, я считаю, это хорошее мероприятие, которое позволит людям проанализировать, задуматься и принять какие-то решения. Спасибо нашим соседям, ростовчанам, что пригласили на данное мероприятие. Поэтому сегодня мы готовы к обсуждению. Спасибо, Михаил Александрович.